Я социальный работник и моя обязанность наблюдать за детьми экстрасенсами. То, что мне довелось увидеть за свою жизнь, достаточно ужасно и вполне хватит, чтобы отправиться минимум на полгода в психушку, но я держусь. Все началось с того, что какой-то бедный мальчик сам того не подозревая пробудил умершего дедушку. Мальчишка думал о нем достаточно долго и достаточно сильно, и вот это случилось. В один прекрасный день мне позвонили родители, которые заперлись в ванной и попросили о помощи. В то время я проходил испытательный срок, но не стал звонить своему начальнику, а просто поехал туда. По правде говоря, не стал звонить начальнику, потому что не хотелось, чтобы за мной присматривали. Я ждал такой возможности с тех пор, как узнал о подобных случаях на тренингах. Мне хотелось увидеть того, кого вернули к жизни. Хотелось знать, что же представляет собой загробный мир. Коллеги рассказывали об этом и о том, что люди иногда возвращаются, но мне не верилось в их слова. Я считал, что они прикалываются надо мной. И ошибся, когда решил рассматривать эту проблему, как какое-то уравнение. Мне казалось, что получив ответ, я смогу что-то сделать, чем-то помочь. Приехав в дом, я увидел дедушку, который сверлил взглядом дверь ванной. Из его задницы вытекал формальдегид, заливая пол, а в глазах светилась невыразимая ненависть. Такая сильная, что я даже отступил на шаг, чтобы оказаться вне его досягаемости. Но испытанный шок не лишил меня дара речи. И из моего рта вырвались вопросы до того, как я успел их остановить. Один за одним они пронзали тишину коридора, но все сводилось к одному. Что ждет после смерти? Когда старик заговорил, то показалось, будто в его голосе отразился целый век страданий. Я смотрел на душу, которую пропустили через мясорубку, выполоскали, выжили, избили и осыпали оскорблениями. И это явно была не та душа, что покинула тело несколько дней назад. Он опалил меня взглядом, и, черт возьми, в нем я не разглядел ни капли лжи. А затем он ответил. Рабство. Его голос эхом разнесся по дому, и у меня с губ едва не сорвался следующий вопрос, но, слава богу, мне удалось остановить себя. Просто в тот момент, когда я услышал это слово, часть моей души будто умерла. И еще много ночей я лежал без сна, обдумывая услышанное. Рабство. 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 Не знаю, что имел в виду старик, но это до сих пор преследует меня. И как бы старательно я не хоронил мысли об этом в своем сознании, они всплывают вновь и вновь. Мне не хочется думать об этом, но стоит только отвлечься, как разум несется вскач, ломая все выстроенные преграды. Полгода я перебирал старые дела, надеясь узнать больше, и это слово по-прежнему всплывает в голове по несколько раз в день, распугивая все остальные мысли, как огонь крыс. Теперь вы понимаете, как трудно не слететь с катушек от общения с такими детьми, когда есть риск оказаться в комнате с поролоновыми стенами. Как я говорил, единственное, что нам помогает, это то, что 99% людей не хотят смотреть правде в глаза и выискивать, что же скрывается за всем этим мерзким и скучным дерьмом, что мы зовем обычной жизнью. Вот почему многие родители оказываются неподготовленными к способностям своих детей. Им трудно представить себе мир, каким видит его ребенок, и, что более важно, подумать о том, что может пойти не так. Твоя золотая рыбка отправилась жить в океан, зубная фея заберет твой старый зубик. Санта наказывает непослушных детей и оставляет их без подарков. Родителям внушают, что эта незначительная ложь является чуть ли не фундаментом процесса воспитания. От нее невозможно избавиться, как от привычки. Даже родители, которые стараются стать лучше, разумные, интеллигентные люди, которые пытаются понимать свое чадо, иногда совершают ошибки. И лучшее, на что они могут надеяться, что это не обернется против них или не уничтожит половину города. И тогда наступает другая сторона моей работы – устранение ущерба. Обычно это означает выбрать правильную команду для наведения порядка. Чаще всего мне приходится приглашать парней со швабрами и ведрами, а еще крепкими желудками. Порой я зову противного человека в строгом костюме, который знает, как отговорить соседа размещать фотографии ребенка в интернете. А однажды… Черт, мне пришлось вызывать кучу парней в свинцовых костюмах. Мы до сих пор не знаем, что там произошло, но оставленные ими счетчики Гейгера все еще зашкаливают. Но давайте вернемся к зубным феям. В некоторых частях страны они вполне реальны. Но поймите меня правильно, они не всегда были настоящими. Их пробудили дети. А знаете, как сильно пугает обычного ребенка мысль о зубной фее? Скажем так, это совсем не милое маленькое создание, которое вы представляете себе сейчас. В 80-х годах один из детей увидел во сне совершенно другое существо. Все его лицо – это один огромный рот с зубами, растущими в несколько рядов. И они воняют, потому что стали гнилыми и желтыми, как у наркомана. А всякий раз, когда один из зубов выпадает, это существо берет зуб, что украл у ребенка, и вставляет себе на пустое место. Мускулистые руки дрожат, пока оно проталкивает корни зубов в свою плоть и десны, и, клянусь, каждый раз оно издает звуки, похожие на крик из преисподней. Но кто знает, так ли это. Я всегда надеялся, что это существо исчезнет, когда ребенок, который его создал, подрастет, но оно все еще бродит в округе и пробирается в детские комнаты по водосточным и дренажным трубам, используя лишь руки. Потому что ребенку оно привиделось без ног. Жестко, не так ли? Это лишь одна из фей. На самом деле их очень и очень много. Как я упоминал, мир пугает детей. И они воспринимают его совершенно непредсказуемым образом. Но вот последствия этого слишком реальны как для родителей, так и для случайных людей. Единственное, что хоть немного успокаивает, большинство из этих детей действуют из благих побуждений. Даже трудные дети, испытывающие проблемы в обучении, непослушные хулиганы, задиры, и те проявляют сожаление, когда понимают, что их действия нанесли вред. Это самое важное качество в человеке – раскаяние. Люди постоянно причиняют друг другу боль, но большая часть из нас делает это несознательно. А если и порой мы это осознаем, то считаем, что у нас не было другого выбора. Но, конечно, есть и другие дети и люди, которые прекрасно осознают, что делают. Я встречал таких не так уж много, но и этого хватило, чтобы выявить их в своей работе. Им просто плевать, какой вред они могут причинить. Большинство из них – эгоисты. Вы слышали, что психопаты добиваются успехов в некоторых профессиях, например, связанных с банковской деятельностью или инвестициями. И это хорошо. Для них. Дети с экстрасенсорными способностями, с которыми я работаю, на самом деле похожи на них. Это не означает, что они хуже других детей. Просто они никак не реагируют, когда я объясняю, что из-за того, что они сделали с младшим братом, он больше не сможет играть с ними в Xbox. Им плевать. Они не испытывают ни вины, ни раскаяния. Но по-настоящему ужасные люди не просто равнодушны, а получают от сделанного удовольствие. И требуется приложить много усилий, чтобы исправить человека, которому нравится причинять боль другим. Я где-то читал, что у большинства серийных убийц IQ ниже среднего. Потому что, будь они умнее, то прекрасно бы осознавали, что затраты и выгоды от убийства не в их пользу. Убийство – тяжкий поступок. А расплата за него невелика, и умный психопат это знает. Конечно, общество способно удерживать большинство из таких людей в узде, но когда у них есть экстрасенсорные способности, то последствия просто непредсказуемы. Если я смогу доказать наличие садистских наклонностей и полное отсутствие угрызений совести и сочувствия у ребенка, то могу добиться разрешения на эвтаназию. При обнаружении каких-либо отклонений у ребенка с экстрасенсорными способностями, мы тут же проводим некоторые исследования, анкетирование, сканирование мозга, ЭЭГ и другие. Раньше я ненавидел их. Дети спрашивали, что мы ищем, а иногда начинали рыдать во время неврологических тестов, мои самые нелюбимые из всех. И у меня разрывалось сердце от мысли, что я приму неверное решение. Но я понимал, почему мы это делаем. Дети не понимали, что ждет их после подобных исследований. Даже их родители не знали. И я был готов отдать все, чтобы заставить агентство отказаться от таких исследований, пока не встретил Брэдли. В одном из городов друг за другом появились 16 учителей, страдающих печеночной недостаточностью. И это привлекло наше внимание. Глядя на заболевание, поразившее педагогов, я понял, что мы столкнулись с ребенком, обладающим экстрасенсорными способностями. Такую жестокость обычно проявляют подростки, вот только Брэдли оказалось 7 лет. Впервые я увидел его лежащим на полу в гостиной, где он читал университетский учебник по анатомии. Он был кем-то вроде вундеркинда, хотя сам признавал, что не был настолько умен, пока не начал забирать частички чужих умов. Но самое странное, что его отец оказался полной копией Брэдли. И мать тоже. Удивительно, не правда ли? При этом дети в классе Брэдли тоже чем-то походили на него. Это привлекло внимание родителей его одноклассников, и они начали осаждать ученых, но те лишь разводили руками. Я видел фотографии, сделанные за несколько лет до переезда Брэдли, и дети выглядели по-другому. С разным строением лица, разным цветом волос, разным цветом глаз. Поначалу изменения кажутся незаметными, но со временем вы понимаете, что дети меняются все больше и больше, и уже невозможно отрицать, на кого они становятся похожи. А затем родители резко прекратили оббивать пороги больниц, потому что и сами стали все больше и больше походить на Брэдли. Я просто беру у них по чуть-чуть, сказал он мне. Большинство людей не используют свой мозг полностью, и в их головах все время пустует место. Поэтому я нахожу этому месту достойное применение. Он заражал их умы и неосознанно делал их похожими на себя. Конечно, это оказался побочный и шокирующий эффект. Нам потребовалось много усилий, чтобы все вернуть в норму, но Брэдли не соглашался лишаться главного источника своей гениальности. Так что мы начали торговаться, и он захотел... Ну... Он фанател от вивисекции, обожал проводить опыты на живых организмах, а еще ему нравились наши инструменты. Конечно, он не мог многому научиться, воруя мозг у обычных людей, так что в наших лабораториях он чувствовал себя, как ребенок в кондитерской. Стоит признаться, что мы не очень хорошо продумали этот момент. Хотя и понимали, что не стоило помещать его в одну комнату с нашими учеными. Но Брэдли обладал таким потенциалом. Сами того неосознавая, мы перестали его сдерживать, а лишь успокаивали. Он не походил ни на одного ребенка, которого мы встречали. Ничто не мешало ему завязывать чью-нибудь толстую кишку в узел, чтобы посмотреть, что произойдет. Он получал удовольствие от того, как страдали люди от его действий. Сейчас мы не допускаем контакта ученых с детьми, опасаясь, что какой-нибудь телепат подхватит в их умах какую-нибудь идею. Например, проткнуть поджелудочную железу или устроить кровоизлияние в мозг, из-за чего наша кровь станет похожей на пудинг. Мы до сих пор проводим ежегодные конференции, пытаясь понять, кем же был Брэдли и какую цель преследовал. Его не интересовало создание новой расы или вопросы эволюции. Если бы кто-то сказал ему, что он не единственный ребенок с экстрасенсорными способностями, это бы расстроило его. Именно так я лишился своего первого начальника. Тогда мы еще не осознавали, кем был Брэдли. Мы только нашли его и пытались понять, что же делает его умным сверх всякой нормы. «Ты, наверное, чувствуешь себя одиноким», сказал ему мой начальник. «Но на самом деле таких детей, как ты, почти сто тысяч. Таких, как я, больше нет», ответил мальчик и впился острым, как кинжал, взглядом в мужчину. И в следующее мгновение мой начальник начал дрожать и биться в конвульсиях, а из его глаз, носа и ушей полилась бурлящая кровь. Когда врачи приступили к вскрытию, то оказалось, что в его черепе почти ничего не осталось. Мозг вытек из всех возможных отверстий в голове, а то немногое, что осталось, скопилось в основании черепа, как остатки молочного коктейля на дне стакана. Но в конце концов, именно эго Брэдли и погубило его. Спустя два года, после того, как он начал пробираться в умы людей в маленьком городке, а затем и в наших лабораториях, он нацелился на более крупную добычу. И я, в конце концов, решил, что больше не могу позволить этому продолжаться. Понимаете, даже такие умные и всезнающие дети, как Брэдли, не обладают достаточным опытом. А если вдобавок их эго размером с планету, то зачастую у них отсутствует и смирение, которому мы учимся во взрослой жизни. Так что меня, да и всех нас, спасла, как ни странно, маленькая ложь. Никто не говорил с теми, кто перешел в загробную жизнь, как-то сказал я ему. Мы не встречались ни с одним ребенком с экстрасенсорными способностями, обладающими даром увидеть, что происходит после смерти. А на следующий день Брэдли вышел из своей комнаты и просто... не знаю. Я не испытываю жалости к нему, но, черт побери, близок к этому. В его распоряжении был маленький стол, стоящий в самом центре нашей лаборатории, за которым он наблюдал за учеными и читал их мысли с таким интересом, с каким большинство детей смотрят мультики. В тот день он прошел прямо к нему и уселся на стул. И при этом выглядел замученным и вымотанным. Он попросил у меня цветные карандаши, а затем несколько минут что-то рисовал на бумаге. Маленький домик с деревьями. А еще через мгновение он просто исчез. Просто растворился в воздухе, будто его стерли с кадра в мультфильме. Но он не умер. Просто перенес себя в рисунок. Все считают, что я заманил его в ловушку. Победил его. Но если честно, мне кажется, что Брэдли может покинуть рисунок, когда ему заблагорассудится. Но ему нравится в этом доме, и он часто там рисует. Конечно, рано или поздно этот листок может потеряться или порваться. Может, даже намеренно. Понятие бесконечность неприменимо к человеческой жизни. Но я помню взгляд умершего старика и помню, что испытал, услышав его ответ. Рабство. Наверное, Брэдли смог разглядеть, что ждет нас в загробной жизни. Увидел все настолько ясно, что другим стало бы стыдно. И теперь прячется. Думаю, он понимает, что рано или поздно умрет, и с этим ничего не поделать. Так что просто пытается как можно дольше оттянуть этот момент. Поэтому и создал для себя особое место, где время течет медленнее, чем обычно. К тому же, он мог пробраться и в мой мозг. И я не сомневаюсь, что он узнал о девочке, которая создала для своих родителей пляж. Бескрайний пляж. К счастью, ученые считают, что Брэдли был вспышкой, телепатом, обладающим возможностью заимствовать умы других людей, чтобы усилить собственные способности. Своеобразным ответом вселенной, который едва не положил конец этому миру. Мы рады, что он решил уйти, хотя мне неприятно осознавать, что я подтолкнул его к этому. Однажды меня спросили, что я думаю не знаю точно, но мне иногда хочется назвать их ошибкой, багом. Кем бы они ни были, им удалось проникнуть во что-то скрытное, с завесой банальной реальности, на которой зациклено большинство из нас. Той, что наполнено напитками в одноразовых стаканчиках и быстро размораживаемыми обедами из супермаркета. Возможно, вам кажется, что обладать такими знаниями удивительно, а я в такие моменты думаю о Брэдли. Он был богом среди людей, которому хватило одного взгляда в загробный мир, чтобы убежать поджав хвост. И когда его лицо изредка появляется на рисунке в окне дома, когда я смотрю на него, то он все еще выглядит чертовски испуганным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok